Привет, с вами Сергей Кулеш и сегодня расскажу вам об Asus VivoTab Smart, 10-дюймовом планшете на основе процессора Intel Atom Z2760 и операционной системы Windows 8. Напомним, что на данный момент линейка Windows планшетов компании Asus состоит из трех моделей. 10-дюймового VivoTab RT на основе ARM процессора NVIDIA Tegra 3 операционной системы Windows RT и двух устройств на базе процессора Intel Atom Z2760 и полноценный Windows 8. 11,6-дюймового VivoTab и 10-дюймового VivoTab Smart, о котором мы вам и расскажем в данном обзоре. Модель Asus VivoTab Smart поставляется в небольшой картонной коробке, где кроме собственного планшета можно найти конверс документации, сетевое зарядное устройство и дата-кабель microUSB-USB. Существует обычная only Wi-Fi версия планшета ME400C и вариант ME400CL со встроенным 3G модемом. Обложки, клавиатуры и переходники при необходимости придется приобретать отдельно, о них мы расскажем чуть позже. Планшет доступен в трех цветах, причем каждая версия отличается собственным типом отделки пластиковой задней панели. В белой используется грязеотталкивающее покрытие, в черный матовый пластик, ну а в красный ожидаемо применили глянец. Фронтальная панель полностью прикрыта защитным стеклом, по периметру которого проходит тонкая рамка из глянцевого пластика. В правом верхнем углу лицевой стороны планшета можно найти логотип производителя. По центру верхней части окантовки объектив фронтальной 2-мегапиксельной камеры и датчик освещенности. И, наконец, в самом низу размещена сенсорная клавиша Windows. Основа корпуса, включая заднюю панель и боковины планшета, выполнена в виде единой пластиковой детали. В центре спинки красуется логотип производителя, а верхнюю часть вынесли основную 8-мегапиксельную камеру со вспышкой. Нижняя грань полностью свободна, здесь нет даже привычных по другим планшетам Asus отверстий для фиксации док-станции. На верхнюю грань вынесена кнопка включения и микрофон. На правой боковине размещен аудиовыход, клавиши регулировки громкости и отверстия для принудительной перезагрузки. Слева можно найти скрытый под заглушкой видеовыход micro-HDMI, картридер для карт памяти microSD и порт microUSB. Модель Asus VivoTab Smart оснащается 10-дюймовым IPS-экраном с типичным для Windows-систем разрешением 1366 на 768 точек. Диапазон регулировки яркости составляет от 10 до 320 км2. Доступна автоматическая подстройка под условия внешней освещенности. Качество изображения весьма достойное, однако элементы дистопного интерфейса Windows 8 слишком мелкие для комфортной работы. Как и большинство других актуальных Windows-планшетов, данная модель основана на экономичном процессоре Intel Atoms D2760 и оснащается 2 гигабайтами ОЗУ и eMMC-хранилищем данных на 64 гигабайта. В данной конфигурации планшет набрал 1260 баллов PCMark 7, почти 2100 баллов 3DMark Ice Storm и 3,2 балла в индексе производительности Windows. Отстроенная батареей емкостью 25 ватт-час планшет отработал чуть более 5 часов в режиме максимальной нагрузки и 10 часов 20 минут в режиме эмуляции чтения. Отметим, что кроме привычных беспроводных модулей Wi-Fi и Bluetooth, планшет также оснащается датчиком NFC и опционально 3G-модемом. За время тестовой эксплуатации удалось оценить следующие сильные и слабые стороны Asus VivoTap Smart. Устройство компактное и легкое, его без проблем можно удерживать на весу одной рукой. На корпусе нет отдельной кнопки для блокировки датчика положения. Данную операцию придется проводить с помощью интерфейса. Планшет содержит всего один разъем microUSB для передачи данных, так что для полноценной работы с периферией стоит сразу приобрести OTG-переходник. В качестве опции предлагается Transboard Vivo, тонкая и легкая беспроводная Bluetooth-клавиатура с тачпадом. Максимальная толщина всего 5 мм. Существует светлая и темная версия оформления. Нижняя часть клавиатурного модуля выполнена из металла. Рабочая панель со стороной клавиатурой из пластика. В верхнем правом углу размещены две кнопки с индикаторами, сигнализирующими об активности данного аксессуара. На тонкой задней грани можно найти разъем microUSB для заряда встроенного в клавиатуру аккумулятора емкостью 450 мАч, которого, по заявлению производителя, должно хватать на 3 недели работы. Как видим, клавиатура Transboard Vivo не располагает креплениями для планшета. Так что для того, чтобы с ней можно было работать в привычном ноутбучном режиме, вам придется дополнительно приобрести обложку-трансформер Transleaf Vivo. С помощью нехитрых манипуляций, напоминающих процесс создания фигурок оригами, обложка превращается в горизонтальную подставку, обеспечивающую более комфортный угол наклона экрана, лежащего на столе планшета, или вертикальную мультимедийную стойку, превращающую набор из планшета, клавиатуры и обложки в компактный ноутбук. Отметим, что обложка предлагается в четырех цветах, а ее крепление к планшету осуществляется с помощью магнитов. Для более комфортной транспортировки предусмотрена фиксация металлической нижней части клавиатуры к магнитам в обложке, после чего все три элемента можно сложить в один довольно тонкий том, общим весом порядка килограмма. В итоге Asus Viva Tab Smart 10-дюймовый планшет на основе Intel Clover Trail и полноценной версии Windows 8. Компактный размер и небольшой вес наверняка ценят мобильные пользователи, а опциональную клавиатуру с тачпадом те, кто привык работать с планшетом за столом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok